Нашего павшего воина, по старинной традиции поискового отряда эхо войны, нашли в последний день работы на раскопках. Солдат лежал почти у самой поверхности земли. Такие останки поисковики называют верховыми. Погиб воин, скорее всего, от разрыва мины или снаряда. Успев заметить опасность, солдат попытался инстинктивно закрыться от него руками, да так и застыл на три четверти века, пока наши ребята не нашли его. Бережно откинув от останков землю, затем очистив от нее череп, кости, рук и ног павшего красноармейца. Сегодня, 30 апреля 2017 года, наш школьный отряд эхо войны, который присоединился к поисковому отряду обелиск Москва, принимал участие в поиске солдат, предположительно похороненных в медсамбате, в районе урочища Болховитинова, Чемкинского района. В ходе отработки этих мест останки солдат найдены не были. Но после 15.00, все когда уже устали, жара была, ребята попросились сходить в свободный поиск. И на этот поиск пошли Быков Андрей, Баськин Дмитрий и Кирилл Ветров. Именно вот эта троица смогла на небольшом пригорке, возле ручья, металлоискателем почувствовать, что что-то лежит. Это оказалась каска. И рядом с этой каской был найден так называемый верховой боец, останки которого были тщательно раскопаны, эксгумированы, запротоколированы, сфотографированы. И сейчас доставлены в наш базовый лагерь. Частично можем это видеть. Большую, конечно, заслугу, нужно сказать, заслужил Кирилл Ветров, который именно обнаружил. Это его, в первую очередь, заслуга. Ну и ребята с ним были. Не было бы ребят с ним рядом, он бы и не пошел бы на этот поиск. В честь им и хвала, и весь отряд обелиск им выразил свою благодарность. Рядом с этим солдатом, возможно, еще лежат солдаты. Но это уже дело завтрашних дней, завтрашних, не сегодняшних, уже поздно. И пройдя в одну сторону почти 6 и в обратную 6 километров, мы, уставшие, но с чувством исполнено долго, возвратились на нашу базу. Завтра мы покидаем лагерь. Завтра мы возвращаемся домой. Но у всех останется то ощущение, что мы были здесь не напрасно. Что наше дело было, я бы сказал, не просто интересное, но и результативное. Ну, дорогу осилит идущий, ну а поисковик, если ищущий, он найдет всегда. Вот, хотелось бы об этом сказать. Кратко напомню, что Кирилл Ветров и в 12-м году под Юхновым находил вместе с нами солдата, хорошо сохранившегося, также неизвестного бойца. В 13-м году в долине славы под Семеновской, Московской области, также удача улыбнулась ему. И вот я думаю, что третий раз, который произошел сегодня, это уже говорит о том, что это уже определенное мастерство, наверное. Не случайность, а уже определенный уровень поискового мастерства. Ну, а ребята, которые сегодня впервые могли найти солдата вместе с ним, поднять его, зафиксировать это все в своей памяти, в первую очередь, ну и на носителях электронных, конечно же, смогут уже и дальше поделиться, рассказать об этом другим. На них это произвело сильное впечатление. Вот, если они сейчас захотят, могут пару слов сказать, подойти сюда и рассказать. После раскопок и захоронений мы отправились в свободный поиск. Спустя пару минут мой металлоскатель обнаружил какой-то предмет. В итоге оказалась каска. Я начал раскапывать ее и обнаружил человеческий череп. Вот, в этом мне помогали в этой деятельности Андрей и Дима. Вот. Когда Кирилл раскопал каску, позже, когда мы начали окапывать территорию, мы обнаружили останки черепа неизвестного солдата. Еще хотел бы добавить, что сам солдат лежал лицом вниз в землю и правой рукой закрывал свой затылок, а в левой руке у него была каска. Рядом также с раскопом мы обнаружили небольшую воронку. Видимо, это был минометный обстрел, из-за которого боец погиб. Хотелось бы добавить, что все, что мы нашли, в плохом состоянии, конечно. Все боеприпасы, все сгнило, не являются взрывоопасными предметами. Единственное, нам, конечно, хотелось бы попробовать узнать имя солдата. И если на этой ложке какие-то есть инициалы, они будут обязательно найдены. В нынешнем состоянии пока не очищено, сказать об этом пока сложно. Если это получится, тогда будет именной солдат. По инициалам, можно по спискам, можно найти фамилию, имя и родных, соответственно, этого погибшего бойца. Сегодня завершился еще один день из нашей поисковой экспедиции, которую вместе с нами проводят здесь ребята с поискового отряда «Эхо войны». День этот принес нам удачу. Сегодня был найден боец. Боец был найден в урочище Болтомилова, которое как раз фигурировало в сводках 1942 года. И боец, он лежал со времен войны на том самом месте, где его положила война. Знаете, что интересно, что за день до этого мы видели, что над нашим лагерем пролетел один журавль. И вот я думаю, что это все-таки как-то взаимосвязано. И ребятам я еще сказал, что вот журавль пролетел, вот сейчас найдем бойца. И вот на другой день буквально вот этот солдат был найден. При себе у солдата было много интересных предметов. Ну, это, соответственно, ложка, противогаз, все то, что необходимо солдату на войне. И, в общем-то, что интересно, что у этого солдата была каска, но каска была не на голове, и руками он как бы эту каску пытался одеть на голову. Ну, то есть видно было, что вот фаланги пальцев у него находились сверху этой каски. То есть руками он тянулся к этой каске, и, видимо, была какая-то неожиданная бомбежка, может быть, обстрел какой-то, да? И вот он пытался взять эту каску и одеть ее на себя. Ну, вот так вот нам просто это показалось. Также мы сегодня еще совершили такую экспедицию тоже в районе этой деревни, но уже в 500 метрах от нее, по поиску медсанбата. То есть этот медсанбат 292-й, после августа месяца 42-го года, вот он как раз переехал и встал вблизи деревни Болтомилово на опушке леса. И где-то вот рядом с этим медсанбатом в лесу должно быть захоронение, ну, который мы сегодня вот пытались найти. То есть нашли мы определенные раскопы, поднимали оттуда тоже останки солдат. Но вот сейчас вот у нас как раз мы должны воедино свести схему и то место, которое мы нашли, и вот будем от этого уже отталкиваться. Ну, то есть понимать, вот действительно ли здесь, вот на этой поляне, медсанбат проводил захоронение или же это что-то другое. И теперь 6 мая в этом году должно состояться захоронение найденных солдат, вот, и того солдата, которого и сегодня нашли, и на днях нашли, и тех, кого нашли еще в прошлом сезоне, и уже установили их имена, и приглашены родственники, которых мы нашли в течение года. Они приглашены на захоронение. Я так думаю, что это захоронение нужно провести очень достойно. И тем родственникам, которые приедут непосредственно на захоронение, ну, рассказать о фронтовой судьбе их близких. Как вот они погибали, что, в общем-то, какие события в ту пору творились. Вот. И мы каждому родственнику подготовили вот такой вот материал, в который вошли фотографии наших поисковых экспедиций, и архивные материалы. Я думаю, каждая семья, прибывшая на захоронение, она от нас вот это вот должна получить, чтобы они, этот материал хранился у них в семье, и чтобы они знали о своих близких. Многое, что они даже вот, может быть, и не знали до всей поры. Субтитры создавал DimaTorzok